всем привет вы на канале суперкит сегодня хочу рассказать о роутере для 3g модемов их конечно существует масса в том числе и стационарных но сегодняшний пациент будет очень даже компактный даже компактнее самого модема который к нему подключается но роутер то в целом найти не проблема куда сложнее найти такой чтобы работал стабильно поддерживал много модемов не нагревался имел отличный функционал имел интуитивно понятное меню настроек и естественно недорого стоил сам по себе этот роутер таким не является из-за штатной прошивки но существует возможность перепрошить его и сделать таковым который нам нужен для начала скажу что к данному роутеру в комплекте идет кабель usb micro usb кроме самого роутера разумеется и инструкция ну она тут в общем то достаточно бесполезно питанием для этого роутера может служить обычный порт usb на 5 вольт причем будет этот порт компьютера powerbank а или зарядного устройства не важно единственное что я добавил бы что этот usb порт должен давать и где-то от 800 миллиампер до одного ампера так как по сути в данный порт мы будем цеплять сразу два устройства роутер и модем они оба в пике могут дотянуть и до потребления 700 800 миллиампер также важно понимать что данный роутер бывает с разными прошивками такой как у этого есть и куалкомовская так вот мало того что куалкомовская гораздо менее функциональная как в смысле самого роутера так и поддержки количества модемов так ее еще и труднее сменить на то что нужно в инете есть инфа как это сделать но поверьте это гораздо сложнее во всяком случае для большинства пользователей я сталкивался с таким роутером и у меня таки получилось прошить его хотя перед этим парочку я успела кирпичить еще добавлю что предложено к установке прошивка такая что не сказать что она имеет только минусы но плюсов немного и они там незначительные а вот с поддержкой модемов гораздо печальнее если что то прошивка openvrt так вот во всем остальном то есть на вид а именно по виду мы покупаем в интернете сами роутеры выглядят одинаково как же купить нужный как всегда ответ прост искать скрины в отзывах читать их или искать проверенных продавцов теперь же я предлагаю перейти уже непосредственно к самой прошивки и настройки роутера подключим роутер сейчас я покажу как перепрошить данный роутер также в левом нижнем углу вы сможете наблюдать при этом поведение роутера как он будет себя вести как будет индикатор отображать перепрошивку ну в общем поехали для начала мы присоединимся к этому роутеру для этого нам потребуется ввести ключ который указан на самом роутере на обратной стороне ничего тут нету неизвестного присоединяемся прошивка будет прямо по wi-fi роутер я пока присоединил powerbank у в общем вы это можете видеть все связь установлена можно идти в настройки роутера сейчас здесь все на китайском языке но выберем английский админ и вот выбираем прошивку в общем то говорят вы сами видите что ничего сложного нет окей окей и прошивка пошла во время перепрошивки не отключайте устройство написано не нажимайте кнопку reset ну в общем не надо ничего делать просто нужно сидеть и смотреть как все само сделается я специально не буду вырезать никаких моментов для того чтобы не казалось что тут намонтировано непонятно что просто будем смотреть даже те 30 секунд которые будут отчитываться обратно чтобы был полный цикл происходящего скажу также что по умолчанию в той прошивке которая на роутере который роутер прошит зайти к нему в настройки 192 168 101 ip адрес после перепрошивки он сменится на 192 168 1 1 то есть тот которым уже будет обладать нам нужная прошивка все роутер перезагрузился естественно на этой странице теперь показывает что соединения нет да его и не может быть так как теперь название сети поменялось заходим уже в новую сеть присоединяемся к роутеру он уже перезагрузился вот мы уже зашли в настройки как они выглядят по новому выбираем в конфигуратор здесь я пока ничего не буду вводить займемся теперь настройками уже перепрошитого роутера здесь я установлю галочки как и для ван порта так и для лан порта это все нужно для того чтобы роутер поскольку он у нас обладает одним портом чтобы этот порт мог работать и в обоих режимах теперь переходим к вайфай здесь каждый выбирает свою страну также я рекомендую поставить мощность сигнала 25 процентов все таки роутера замкнутое пространство маленькое чтобы он не перегревался а насчет 25 процентов можете не переживать этого вполне хватит для того чтобы пользоваться на достаточном расстоянии которая комфортно для пользования метров до 20-30 этого хватит точно отключаем всякие сторонние вещи эти vps и в общем мало это ну кто хочет может использовать конечно но это уже сами будете разбираться тогда я лично этими вещами не пользуюсь переходим в настройку здесь опять же часовой-часовой пояс дату ну в общем это все на самом деле неважно в пользователях на всякий случай стоит конечно прописать пароль я пока пропишу стандартный а там же каждый как хочет в кнопках я убираю на не используются значения так как люди начинают случайно нажимать не понимая что эта кнопка на самом деле уже раз этом не становится она будет использоваться для отключения и подключения Wi-Fi на самом деле кому эта функция нужна тут конечно может настроить себе ее но опять же мне она не нужна не забывайте что на данный момент после перепрошивки естественно да и вообще у нового роутера на Wi-Fi сеть не установлен никакой пароль так что вы уже сами установите дополнительно логин и пароль свои ну логин в смысле это название сети здесь можете прописать какое угодно я оставлю по умолчанию ну и выбрать ключ сети так же как и защиту ну как как вам уже будет удобно я на самом деле не пользуюсь вообще ключом сети я обычно устанавливаю фильтр по мак-адресу мне по крайней мере так удобнее в общем собственно говоря и все на этом прошивка и настройка данного устройства закончена вот можете подключать модем здесь он должен отобразиться в USB настраивать его прописывать точку доступа прописывать номер дозвона прописывать имя и пароль если это CDMA связь и пользоваться так же добавлю что на практике встречался со случаями когда конкретно взятый модем почему-то медленно работал некоторые сайты плохо открывал даже вот ну не мог я понять чем это связано да так до сих пор честно говоря и не понял но самое главное я узнал как побороть это все и в общем то говоря с узнал чисто случайно и что самое главное оказалось что этот роутер вот в результате прошивки своей новой он может решить эту проблему для этого нужно всего-навсего было создать за новый dns сервера в частности можно использовать обычные гугловские то есть там 8.8.8.8 или там две восьмерки два нуля вот здесь вы добавляете эти сервера вот и после этого у вас уже начнет работать модем гораздо быстрее вот не знаю до сих пор причины но тем не менее такая проблема была и она вот решалась вот таким способом просто добавляете новые dns сервера это лучший вариант по стабильности работы с тем что я сталкивался учитывая мобильность и цену устройства при этом хочу сказать что например имел дело и с более дорогими роутерами в частности tp-link стационарным правда но у него модем сам по непонятным причинам перезагружался причем тому роутеру не помогла и перепрошивка и это был не единичный случай то есть я видел несколько таких роутеров я всех тогда задолбал и сервисный центр и магазин а в итоге просто вернул обратно так и не получив того что мне нужно было что касается получившегося результата то можно погуглить перечень модемов для за xl kinetic 4g 2 и вы получите перечень поддерживаемых модемов а самое главное это то что даже если вы не найдете там своего модема то это еще не значит что он не будет работать так как список этот на самом деле не полный в реальности список модемов гораздо больше и я уже неоднократно в этом убеждался ссылку на этот роутер от проверенного продавца оставлю в описании оценивайте видео подписывайтесь на канал обязательно будут еще видео о разных девайсах если есть вопросы можете задать их в комментариях постараюсь ответить на них всем спасибо и до новых встреч следующее спасибо спасибо Продолжение следует...